Александр Владимирович, начну тогда я. Хотелось бы вас поинтересоваться по частному случаю, хотя который имел большой тоже и общественный резонанс, связанный с работой ОВД канал, когда на прием генерала, когда Александр Ильичицкий был в городе Назарово, пришла группа предпринимателей и пожаловалась на так называемые поборы в виде штрафов. Проведена ли проверка и каковы ее результаты? Вот сегодня могу сказать, что в принципе я, наверное, дам промежуточный ответ, потому что проверка до сих пор проводится. Это не связано с каким-то частным случаем, с заявлением конкретных предпринимателей. Мы вообще проверяем деятельность ОВД каналов, насколько сегодня она законна. Но, тем не менее, могу сказать, что вот это вот, как вы сказали, поборы или штрафы, они же сегодня утверждены постановлением правительства. Мы же сегодня в правовом поле работаем. Мы себе отдаем отчет, что сегодня водоканал это не из головы взял, а сегодня рассчитывая вот те штрафные санкции, которые они применяют предприниматели, они сегодня по определенной форме рассчитываются. Но, тем не менее, можно сказать, что, наверное, все-таки где-то несовершенство законодательства, а с другой стороны, где-то и беспечность нашего населения позволяет вот на такие уловки идти в водоканал. Но еще раз говорю, проверка не закончена. Мы до сих пор проверяем их деятельность. Запрашиваем необходимые документы, они нам предоставляют, проверяем, смотрим. Что касается по тем штрафным санкциям, которые уже были применены, к тем предпринимателям, которые явились от инициативной группы и были на приеме у начальника главного управления, но, к сожалению, у всех у них есть решение суда. Сегодня там, где есть решение суда, оно вступило в законную силу. Мы сегодня бессильны, сотрудники полиции. Это высшие инстанции. Сегодня арбитражный суд, если встал на сторону водоканала, значит, там были представлены необходимые документы, необходимые доказательства. Если сегодня что-то не устраивает в решении суда, есть определенный законный путь разрешения этой проблемы. Пожалуйста, необходимо подавать высшую в следующую инстанцию и обжаловать решение суда. Что, в общем-то, сделала одна из предпринимателей, есть определенные результаты у нее, она до сих пор судится, и пока, ну, не могу сказать, что, возможно, и в ее пользу будет принято решение. Сегодня наша деятельность направлена по работе с водоканалом. Самое главное, чтобы в последующем мы не имели таких резонансных, проблемных, скажем, случаев, которые у нас были в 2015-2016 году. Вот на это направлены все наши усилия. Если я ответил на вопрос, но если не ответил, как бы, точно и прямо, почему, потому что проверка еще не закончена, я не могу сто процентов сказать, чем она закончится. Александр Ильич, когда примерно, хотя бы планируете ее завершить? Если можете тоже. Ну, давайте, сегодня есть те вещи, о которых я вообще не могу говорить, и способы, которыми мы проводим проверку, поэтому пока я сказать просто не могу, но проверка проводится, мы работаем сегодня в этом направлении. Работаем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова